Я буду говорить о международном сотрудничестве в развитии клинических исследований и особое внимание буду уделять регистрации клинических испытаний. О партнерстве Кокрейн и ВОЗ буду говорить и о наших Кокрейнов российских реалиях, уважаемые коллеги. О, спасибо большое. Эту презентацию мы подготовили вот таким коллективом. И здесь сейчас мне хотелось бы отметить еще Диляру Фархадовну Хаметову, которая подготовила вот ту часть по российским реалиям в результате систематических специально проведенных поисков. И мне очень приятно сказать, что число наше растет. И вот наша выпускница Казанского медицинского университета сейчас PHD-студент в Финляндии, работает в области глобального здоровья виртуально с программой в Соединенных Штатах Америки и работает у нас в Кокрейн-России. Это план этой презентации, уважаемые коллеги. Итак, сейчас несколько слов об актуальности и предпосылках. Об этом мы уже говорили, говорила Екатерина Викторовна, но вот я хотела бы показать вам вот этот слайд, который любезно был предоставлен сэром Иеном Чалмерсом. Вот с данной уважения ему тоже мы начали наши презентации. Он привел в своей презентации вот эту цитату из статьи, опубликованной в 1994 году в британском медицинском журнале под авторством Дугласа Альтмана, которого, к сожалению, весь мир и кокрейновское сотрудничество проводили в 2018 году. Итак, о чем же говорилось тогда, и мы полагаем, что это очень относится сейчас к нам, к нашей российской действительности в области исследований в здравоохранении. Скандал с недостаточно хорошими или с плохими медицинскими исследованиями. Нам нужно меньше, тут ведь, наверное, можно подсвечивать, да? Нам нужно меньше исследований. Они должны быть лучше, и они должны быть сделаны по правильным причинам. Дальше мне здесь не видно, я уже буду смотреть сюда, и мы с вами все вместе прочитаем и переведем. Что бы мы подумали о враче, который использует неправильное лечение, либо целенаправленно, либо вследствие невежества, который использует правильное лечение, неправильно, например, назначает неправильную дозу лекарства. Большинство людей согласились бы, что такое поведение непрофессионально, спорно, неэтично и, конечно же, неприемлемо. Что же тогда должны мы подумать об исследователях, которые используют неправильные технологии исследования, либо целенаправленно, либо вследствие невежества, используют неправильные техники, правильные техники неправильно, неправильно интерпретируют свои результаты, докладывают о своих результатах выборочно, представляют результаты, цитируют литературу выборочно и делают неоправданные выводы. Мы должны были бы быть в ужасе. Ну и это действительно скандал, говорили наши коллеги в 1994 году, и эту тему продолжает мир развивать, потому что, к сожалению, ситуация к лучшему меняется, но очень и очень медленно, и ситуация скандала продолжает оставаться и во всемирном масштабе. И поэтому, говоря о предпосылках с помощью этой цитаты, хотелось бы дальше предложить вам определение клинических испытаний, которые предлагает Всемирная организация здравоохранения с позиции регистрации. И, конечно, уважаемые коллеги, я не буду это зачитывать в вашей высокоосведомленной аудитории, но вот просто хотелось бы обратить внимание, что это есть, и что сейчас это определение охватывает фактически все то, что есть, и все это исследуется и у нас здесь, в Российской Федерации, крайне актуально для нас. И приглашаю всех на сайт Всемирной организации здравоохранения, платформы, о которой я сейчас поговорю. Ну и, исходя из этого, из того посыла, которым поделились с нами сэры Энчалмерс и Дуглас Альтман, говорится о проспективной регистрации исследований и о принципах публикации. Клинические испытания должны быть зарегистрированы в общедоступной базе данных, уважаемые коллеги. И так ведь, да. А когда начались только в нашей стране клинические испытания, мы с вами, ну, наше поколение тому свидетели, все это было окутано чьим мраком конфиденциальности. И это конфиденциально, и то конфиденциально. Это мы были достаточно наивны еще, и вот нас так активно вводили в заблуждение, к сожалению. Прежде чем будет зачислен первый участник, это принцип проспективности регистрации. Ну и на сегодняшний день основные или достойные журналы, а нас с вами сейчас всех измеряют по публикационной активности в достойных журналах, они теперь не публикуют сведения о клинических испытаниях, если они не были зарегистрированы в соответствующем регистре. И этот регистр должен соответствовать критериям Всемирной организации здравоохранения. Ну и вот, собственно, к этим критериям по нашему плану мы сейчас с вами и подходим. Что же это такое международная платформа регистрации клинических испытаний? Здесь дается определение. Это действительно глобальная инициатива, относительно недавняя, в исторической перспективе, уважаемые коллеги, значительно более молодая, чем Кокрейновское сотрудничество, целью которой является обеспечение доступа общественности, общественности, обращая внимание не только профессионалов здравоохранения, не только клинических исследователей, к информации обо всех клинических испытаниях с участием людей в качестве испытуемых. Потому что мир единогласных пришел ко мнению о том, что если люди подвергают риску свое здоровье и свою жизнь для участия в клиническом испытании, для того, чтобы получить новые знания научные, эта информация должна являться достоянием общества. И никаких вопросов конфиденциальности не должно быть. И это все произошло после инициативы All Trials, о которой говорила Екатерина Викторовна. Об этом говорили эксперты Кокрейновского сотрудничества, начиная с Эра и Началмерса. И мы с вами цитату от 1994 года прочитали. И вот, наконец, в 2006 году Всемирная ассамблея здравоохранения утверждает эту глобальную инициативу. И вот здесь нужно бы зачитать нам с вами дословно. Добровольная платформа для связи регистров разных стран клинических испытаний с целью обеспечения единой точки доступа и однозначной идентификации испытаний с целью расширения доступа к информации для пациентов, семей, групп пациентов и других лиц. Вот такая трактовка на сегодняшний день, уважаемые коллеги. Следующий слайд представляет нам ценности. И эти ценности этой международной платформы регистрации клинических испытаний несомненно совпадают с ценностями Кокрейновского сотрудничества. И позвольте мне не зачитать их все. Вот посмотрите просто. На первом месте прозрачность. И, конечно, все это должно вести к улучшению здоровья, уважаемые коллеги. А об этих ценностях говорила Екатерина Викторовна в своей презентации. Что делает Международная платформа регистрации клинических испытаний? Публикует поисковый портал, который полностью может быть подвергнут поиску. И там можно проводить поиск. Пожалуйста, он в общем доступе, уважаемые коллеги. Поддерживает сеть этих регистров Всемирной организации здравоохранения. Поддерживает страны и регионы в развитии этих регистров. А эта поддержка странам, безусловно, нужна. Как управляется платформа? Она управляется секретариатом. МПРКИ, координатор Гассан Карам предоставил любезно эту презентацию. И вначале у меня было это указано, я не зачитала, дорогие коллеги. И очень приятно, что сейчас там, в Женеве, в этом секретариате работает магистрант из Санкт-Петербурга, из первого меда, Каролина Жуков. И вот она разработала флайер, материалы из которых я также показываю в этой презентации. Также работает консультативная группа, которая помогает работать секретариату. Функции перечислены на этом слайде. И мне очень приятно, я имею честь быть членом этой консультативной группы. И опирается, конечно, вся работа секретариата на компанию, на вот этот подход, принцип All Trial с Бенгол Дакра, о чем говорила Екатерина Викторовна. На сегодняшний день все это доступно на всех официальных шести языках Всемирной Организации Здравоохранения или Организации Объединенных Наций. И мы с вами видим наш русский язык. А здесь приведены все ссылки, дорогие коллеги. Ну, это такое графическое представление, как выглядит эта сеть. Это действительно сеть. Она состоит из первичных регистров. Есть регистры-партнеры. И что же такое первичный регистр, дорогие коллеги? И вот здесь представлены характеристики, которым должны соответствовать первичные регистры. Или национальные. Они могут быть регистры, они могут быть организованы по другому принципу, чтобы соискивать на то, чтобы быть принятыми в эту сеть регистров Всемирной Организации Здравоохранения. Ну, и вот кроме шести пунктов, которым необходимо соответствовать, они здесь все перечислены. Дальнейшие моменты также очень важны. Управляется некоммерческим агентством. И во многих странах таким некоммерческим агентством или организацией является организация Кокрейн в конкретной стране. Ну, вот два примера я здесь привела. Это, например, Кокрейн Германия. В Германии регистр. И в Нидерландах Кокрейн Нидерланды. И поддерживается эта инициатива правительством. Тогда только, прошу прощения, тогда только работает этот регистр. И поддерживается эта инициатива Международным комитетом редакторов медицинских журналов. И все это крайне актуально для нас. Так ведь, да, уважаемые коллеги, и для наших журналов, и для наших публикаций. Но это более технический слайд, который показывает, как все это оперирует. То есть требования к IT-структуре также достаточно высокие. Но я думаю, для нас с вами это никогда не было проблемой. Вот эта карта показывает нам с вами, насколько сейчас страны вовлечены в этот процесс и в эту сеть. И вот действительно весь мир вовлечен. Это глобальная сеть. И вот этот набор тех 24 критериев по содержанию, которым должны соответствовать клинические испытания в регистре этой международной платформы. Ну и последние четыре, выделенные жирным шрифтом, это те, что были добавлены позже. Поисковые интерфейсы я вам показываю. Можно сделать простой поиск, можно сделать продвинутый поиск, используя все более операторы. И вы будете получать совершенно надежные, воспроизводимые результаты. И вот о чем следует сказать особенно, опять вернувшись к резолюции Всемирной Ассамблеи здравоохранения 58-й. Это добровольная платформа для связи регистров. И вот здесь ключевыми словами являются с целью обеспечения единой точки доступа и однозначной идентификации испытаний. Это принципиальный вопрос. Потому что на сегодня вы, я думаю, ориентируетесь очень хорошо и лучше меня. Испытания бывают зарегистрированы под разными регистрационными номерами, в разных регистрах. Зарегистрированы частично или не полностью. Поэтому однозначная идентификация должна быть. Что предлагает для этого Всемирная Организация Здравоохранения технологию Бриджин или МОСТИКИ для того, чтобы преодолеть многообразие регистраций? И вот здесь пример того, как это получилось. Имея более 475 тысяч зарегистрированных в базе данных ВОЗ, МОСТИКИ позволили выявить 85 тысяч записей, которые нужно было объединить, провести вот это вот мастирование, бриджинг, мостики навести. И это касалось 25 тысяч клинических испытаний. И это действительно нужно делать. Иначе получается совершенно аморфная структура. Ну и, конечно же, помогает во всем этом после вот этой процедуры применения мостиков универсальный номер клинического испытания. Он должен постоянно сопровождать клиническое испытание с момента его задумки до публикации всех результатов. То есть при каждом упоминании через всю жизнь клинического испытания должен проходить этот универсальный номер клинического испытания. Но при этом нужно четко представлять, что он не является регистрационным номером. Ну и вот еще раз, как это все происходит. По данным на январь 2019 года, вот это число зарегистрированных клинических испытаний по регионам Всемирной организации здравоохранения на международной платформе регистрации клинических испытаний, уважаемые коллеги. Ну и принцип, который стоял первым в перечне ценностей, заявленных для этой платформы, это принцип прозрачности, уважаемые коллеги. И вот здесь мы с вами видим, как этот принцип прозрачности проходит от самого начала, от регистрации до представления результатов и обмен индивидуальными данными пациентов. Вот я не знаю, доподлинно, наверное, спрошу у вас, сейчас происходит такое в наших, в проводящихся в России клинических испытаниях или нет. Это для того, чтобы эти данные могли бы помочь информировать разные исследования и получить результаты без дополнительного вовлечения таких же пациентов, чтобы уже получить реальный результат. Ну и вот здесь коротко перечислены основные вехи этого уже относительно нового движения по прозрачности регистрации, представлению результатов всех клинических испытаний. Итак, 2006 год. Это вот ВОЗ призвала к регистрации и организация регистра с 20 элементами. 2015 год, после инициативы Бена Голдакера, ВОЗ опять-таки призывает к представлению отчетов, потому что, к сожалению, исследования проводятся, результаты не публикуются, остаются под сукном или еще где-то. И, наконец, 2017 год. Расширен перечень вот этого контента до 24 элементов, которые мы с вами имеем на сегодня, и мы посмотрим. Ну и взгляд вперед самой платформы. Какой платформы видит наш с вами мир в будущем? Это, конечно, значительное сокращение между тем, что мы знаем и что мы не знаем, а мы очень многое на сегодня, к сожалению, не знаем о том, что происходит с клиническими испытаниями. Это увеличение числа стран, охват все большего числа стран. И мы очень надеемся, что нашими с вами совместными усилиями и наш российский регистр когда-то достигнет того уровня, чтобы быть в этой сети, уважаемые коллеги. Повышение качества регистрируемых данных. И, конечно, будет создано в итоге совместными усилиями исследователей клинических исследователей всего мира база данных результатов клинических исследований. Ну и теперь мы переходим к российским реалиям. Я очень быстро их вам постараюсь показать. Вот это совсем недавние поиски по нашей базе регистрации. Вы ее также все, я думаю, хорошо знаете. ГРЛС, Росминздрав, ГРЛС, РУ. Вот она здесь представлена. Итак, мы сделали несколько запросов, чтобы попытаться не попустить ничего из области онкологии. Запросы все представлены на этом слайде, уважаемые коллеги. Вот что мы получили по разным запросам. В итоге 596 испытаний. И в этих испытаниях в 95 страной-разработчикам фигурировала Российская Федерация. Вот это официальная ситуация по нашему российскому регистру на сегодня. Здесь мы попытались представить вам, как распределяются эти испытания по различным областям онкологическим. Ну и вот курсивом выделены те общие моменты, как, например, болевой синдром в онкологии, биоэквивалентность в онкологии. Вот такая картина получается, уважаемые коллеги. Здесь мы представили также в этом же разрезе те испытания, разработчиком которых являются наши российские производители и исследователи. И здесь представили те лекарственные средства, по которым проводится наибольшее число на сегодняшний день в России клинических испытаний. И, как мы с вами видим, они все практически биологические различные. МАБы и ИБы, уважаемые коллеги. Вам хорошо знакомы. Далее мы попытались оценить этот наш регистр, регистрационные записи на предмет соответствия критериям Всемирной организации здравоохранения. И вот что мы, к сожалению, выявили, уважаемые коллеги. Мы выявили по статусу, который официально обозначен, вот эти цифры, то есть завершено, прекращено, проводится. А при этом также указаны и даты начала и окончания. И вот все несоответствия здесь, к сожалению, выведены, уважаемые коллеги. Это число клинических испытаний, проводимых у нас по 2019 год включительно. Но, наверное, число 2019 года еще прирастет. Так, я что-то пропустила. Да, и вот самый главный момент, уважаемые коллеги, на который необходимо обратить внимание. Мы посмотрели и сделали большой поиск по e-library, нашей с вами основной базе данных. А как же публикуются результаты клинических испытаний, проводимых в Российской Федерации? И увидели, что только из 53 испытаний опубликованные результаты удалось найти только для 4, уважаемые коллеги. Это, конечно, наша с вами бедственная ситуация, с которой нужно нам справляться. Ну, а вот этот чек-лист, на котором представлены все 24 пункта, рекомендуемые Всемирной Организацией Здравоохранения. И здесь мы показываем, как соответствует или не соответствует наш отечественный регистр. И, к сожалению, в основном фигурирует красное поле. И есть комментарии даже к тем моментам, где есть... Да, отдельно об этом можно поговорить. И это говорит о том, что та компания, которая была начата Беном Галдакров глобально, которая говорит о том, что примерно половина клинических испытаний никогда не сообщают свои результаты во всем мире. И что-то мы все вместе, объединившись, должны с этим сделать. Вот мы очень надеемся, что мы вместе с вами, с онкологами, что-то сможем сделать в этом направлении. Ну и смотрим вперед, и я уже завершаю, дорогие коллеги. А смотрим мы вперед, конечно, с Кокрейновской библиотекой. И разрешите сказать, что последние дни до конца месяца Кокрейновская библиотека во всех образовательных учреждениях Российской Федерации находятся в тестовом доступе. Пожалуйста, попробуйте, почувствуйте разницу полного доступа Кокрейновской библиотеки и неполного. И вот это самые последние новости о том, как повысился импакт-фактор Кокрейновской библиотеки, как журнала. Кокрейновская библиотека была первым исторически электронным журналом. Сейчас за этим последовали разные open access инициативы, например, PLOS и так далее. Сейчас уже много. Вот Кокрейновская библиотека. Это большая гордость всей нашей организации вместе. Вот она совсем новая. Ну и я очень быстренько проведу вас сейчас по страничкам, прямо пролистаю их в Кокрейновской библиотеке. И на конец 2018 года вот эта стояла картинка за ставкой. И я подумала, что для специалистов любой области и для онкологов, конечно же, этот пример будет актуальным. Это кристаллоиды или коллоиды у критических пациентов. Что лучше, коллоиды или кристаллоиды? Вопрос спорный, да? Особенно с гидрокситилированным крахмалом, который все еще широко шагает по стране. Правильно? Итак, вот он обновленный интерфейс Кокрейновской библиотеки, которая стала теперь также мультиязычной. Она существует официально на двух языках в полном объеме. На английском и на испанском языке. И наше резюме, о котором говорила Екатерина Викторовна, на русском языке. Если вы кликните на каждый раздел меню, то вы увидите сама база данных, как сюда можно попасть. Вот они исследования. Вы можете сделать здесь поиск в этой базе данных Централ. Это то, что делает проект Cochrane Crowd, о котором говорила Екатерина Викторовна. Далее клинические ответы. Кокрейновской библиотеки тоже публикуются вот здесь о Кокрейновской библиотеке. Ну, словом, и вот здесь мы с вами видим Дугласа Альтмана, которого как раз провожали в конце 2018 года. Ну и разную помощь может обеспечить Кокрейновская библиотека. Поэтому, пожалуйста, уважаемые коллеги, подписывайтесь. И вот вы видите, что на сегодня, если вы с русскоязычного IP-адреса зайдете в Кокрейновскую библиотеку, то она вынесет вам тот контент, который имеется на русском языке, на русском языке. И вот это резюме этого Кокрейновского систематического обзора представлено вам. Это призма-диаграмма, которая показывает, как много исследований и участников внесли свой вклад в эти исследования. 30 тысяч с лишним, уважаемые коллеги. Конечно, нельзя, чтобы это было не доложено. А вот эта диаграмма, которая говорит о риске смещения, которая еще раз вот так просто очень ярко говорит о том, что систематический обзор – это совсем не просто метаанализ и не просто биостатистика, это критическая оценка. И здесь мостик, уважаемые коллеги, к регистрам. Если внимательно отнестись к регистру, что нужно зарегистрировать, то сейчас ВОЗ выводит вот эту инициативу, чтобы исследования были правильными, то по всем вот этим вот критериям нужно вносить информацию на этапе регистрации протокола, проспективной, до энроллмента первого участника. Это результат. Кристаллоиды, в том числе конкретно здесь, крахмалы, они повышают необходимость гемодиализа, то есть плохо влияют на почки. Я другие не привела диаграммы. Желательно гидрокситилированным крахмалом не пользоваться, уважаемые коллеги. Наш перевод на русском языке, просто чтобы вы увидели наш русский язык, уважаемые коллеги, не для прочтения. Ну и последняя инициатива на уровне Европейского Союза. F-BREAS COST называется Evidence-Based Research, поддержанная Европарламентом. И мы присоединяемся к этой инициативе, как страна, находящаяся в близком соседстве. Говорит о том, что ни одно исследование не должно быть начато, прежде чем по вопросу исследования не будет сделан систематический обзор. И только при наличии неопределенности, понятой в результате систематического обзора, есть смысл начинать новое исследование. Ну и мы провели небольшой анализ наших исследований по инструменту CONSORT, который приняли все медицинские журналы, о которых мы с вами говорили. И вот результаты представлены здесь. Мы опубликовали эту схему в Казанском медицинском журнале. К сожалению, то, как мы с вами публикуем результаты клинические, мало того, что мы их не публикуем, мы их публикуем, к сожалению, недостаточно, не соответствуют этим требованиям. Ну и, да, дорогие коллеги, до благодарности хотела бы завершить вот этой вот поговоркой африканской. Здесь вы видите африканских страусов, там был глобальный саммит доказательств 2017 года. А поговорка говорит о том, что если вы хотите идти быстро, идите один. Но если вы хотите идти далеко, идите вместе. И вот разрешите присоединиться к Екатерине Викторовне и призвать вас всех к сотрудничеству. И давайте мы с вами пойдем вместе. Нам будет нелегко, но это будет долгий, и это будет, несомненно, полезный победный путь. Это все благодарности. Еще раз хочу сердечно поблагодарить организаторов этого большого форума и этого круглого стола. Большое спасибо, большое спасибо, Артем Николаевич, спасибо большое. Продолжение следует...